всех приветствую на канале петров тверской темный страж ну или небольшая история о том как нарисовался вот этот иероглиф случилось это примерно год назад такая же такая же была непроглядная тьма на улице как и сейчас разве что снега не было и было достаточно сухо но тьма была непроглядная а вечер был достаточно обычный заехал ко мне в этот вечер значит а вернее в полночь андрей коржановский жет он здесь недалеко в поселке спирова вот но было ему по пути что называется на машине ехал он в тверк и завез в общем то вот эту доску панель там от чего-то такого ну и пролежала она у меня какое-то время вот а потом уже ближе к весне появился идея не нарисовать или мышку то есть собственный иероглиф который вы видите это мышь но разве что вытянуты а так во всем остальном в общем-то классический китайский иероглиф ну и наверное японский такой же все они между собой достаточно похожи только что по форме различаются и вот собственно сама история рисования она даже более забавная как пресс андрея хотя с андреем тоже очень прикольно то есть бывает не часто а так нормально мы очень даже общаемся и в каких-то культурных мероприятиях вместе участвуем вот особенно фестиваль лады которые летом проходят но это было не лето это значит было и осень а потом весна вот и потом появилось желание значит таким вот искусством каллиграфия заняться в общем взяла эту доску отмыл ее в ванной но она уже была прокрашена очень даже хорошо собственно даже грунтовать там ничего не нужно сейчас я честно говоря даже не помню покрывала ее дополнительно слоем краски или нет или так уже решил в процессе рисования в общем-то это уже там никак не повлияло вот ну значит соответственно приготовил краски тут одна в общем-то краска черная причем-то китайские краски но опять же иероглиф китайский в общем-то вроде как все по технологии кисточку которая в общем-то больше вот именно для таких каких-то иероглифов предназначена и начал собственно это естественно все быстро делается до момента за секунду и очень ничего хорошего не получилось ну пошел еще раз в ванной отмыл пробовал еще раз еще раз отмыл потом стал подбирать кисти надо бы конечно было попробовать на каких-то там листочках еще что-то ночью-то решил сразу но оказалось нет это сам себе работаю прибавил настроение но и поводу для этого рассказа что же было дальше в итоге все таки я подобрал подходящую кисть и начал вот значит в очередной раз это дело изображать каждый раз мне не нравилось вот ну количество раз вот этой смывание краски она накапливалась в итоге но одну вещь для себя интересную открыла если вот примерно также нанести краску ну или что-то другое изображение немного подождать потому что акрил сохнет быстро но не мгновенно тут очень важно это время угадать и сразу же под воду то центральная краска вся у вас смоется останутся контуры тоже очень красиво и интересно и даже я думаю может быть вот последствия этого рассказа стоит даже это повторить и посмотреть через этого получится внутри же можно там значит у нас снаружи черная там красная ну либо еще как угодно здесь это уже от фантазии художника зависит как говорится то есть техническая сторона техническая а уж остальное так это только в путь как говорится вот в итоге в общем-то раз за разом ничего не получается там уже второй десяток пошел а смывать тоже запарился больше то есть трешь там и щетки еще что-то в общем-то ну нас же до белизны как говорится в общем это вот все продолжалось как говорится потом я себя поймал что но у меня вторая половина когда получается хорошо а вначале что-то не то не то и очень-то как потом уже понял надо было то есть чтобы это в процессе не старта то есть когда ты движешься и чтоб тогда все ровненько взял тогда очень-то это тоже как раз ближе к последнему варианту причем по мистическому стечении обстоятельств естественно это 16 версия вот единственная как говорится и последняя которая получилась ну вот взял значит листы от 3 у меня были причем достаточно такие которые бы казалось бы не стоило вот так вот на 1 взять потратить и выкинуть естественно потом их выкинуть пришлось и начал на них тоже что-то там изображать то есть создал определенный разгон скорости руки и потом тоже тут же мгновенно конечно перешел на эту доску и собственно вот она и глаза и смотрит сверху и там лапки видны и хвост в общем такая мышка доска достаточно большая сейчас я покажу вам чтобы было понятно то есть она здесь конечно большая но лучше увидеть в реальности вот такая в общем-то достаточно приличная не метр ну около того вот при этом очень-очень она must have как говорится смотрится особенно какой тут офис там современный интерьер то есть конечно деревенской доме где ковры висят ну точно там такое не нужно вот и люди бывают суеверные еще темный страж там до название так вот пришло тоже назвал его естественно по-китайски проконсультировался там где говорят на китайском то есть у меня знакомая есть тайване живет ну собственно писал там мы правда по-английски общаемся но главное что да она когда вот это вот так вот правильно ну думаю ладно и хорошо с тех пор она у меня причем висит на входе в прихожей ну собственно где стражей положено быть так что вот если кому-то нужен еще такой вот необычный охранник пожалуйста он есть в наличии как говорится пишите все 33 удовольствие для вас ну и еще раз вернее это еще первый раз спасибо всем кто посмотрел два спасибо тем кто поставил лайки 4 спасибо ну такое четвертичное спасибо большое тем кто напишет комментарии к этому видео вот а те кто сделают перепост на какие-то свои страницы социальные сети тем 16 соответственно спасибо тем более что это 16 такая вот копия ну вернее это не копия это конечно же оригинал но он который получился на 16 раз такое вот она искусство каллиграфия на этом все всем счастливо удачи не болеете и обязательно еще увидимся роликов будет много а темный страж конечно же нас будет охранять от всяких напастей и неприятностей всем удачи счастливо пока пока